Одна Солодова это полный бред. Это раздел твоей коллекции Левак. Вкусненько. Просто вкусненько. Я не очень понял, а почему два зерна? Кто-то когда-то какой-то мудак. Повторюсь, не я. Неправильно это перевернул. Так, пока... У нас случилась катастрофа. Правильный перевод. Не сука, блять, Одна Солодова. Дорогие зрители канала Фритак Медиа, рад вас приветствовать, виски-клубе. Да, у нас есть такой. Мы здесь собираемся, дегустируем. Пробуем и обсуждаем этот благородный напиток. А сегодня нам в этом поможет замечательный человек, Эркин Туз Мухамедов. Всем привет, как бодрит духа. Ну все-таки пару слов я скажу, Эркин, о тебе. А, хорошо. Эркин, ну, друзья, кто вдруг не знает, не слышал или забыл, это самый крупный знаток, любитель, ценитель, историк виски и его популяризатор на территории нашей страны. Ура. Так, Эркин, приступаем. Да. Ну, сейчас большое количество людей, которые говорят, я пью только сингл молд, односолдовые вифки. Вот такое вот огромное количество таких граждан появилось. Я не знаю, кто перевел словосочетание сингл молд как односолдовое. Тот человек, это не я. В первой книжке, которую я написал про шотландский виски, там я придумал одно идиотское слово, которое называется, произносится как виски-курня. Вот, по одной простой причине, потому что русское слово вина-курня – это явный архаизм. Перегонные заводы в нашей стране давно уже не производят вино. Просто, к слову, водка стала водкой, термином зонтичным для спирта, разведенного водой, в тысяча девятьсот, блять, тридцать шестом году. До этого водкой называлось все цветное либо ароматное. Первое упоминание водки – апотековский указ 1680 года. Поэтому, какого хера называть, что виски произведены в винокурне? Там же не вино производится. Вино – это архаизм русского языка. Повторюсь, в 1936 год – водка. Ну, для сравнения, есть во французском языке термин, например, рамеры. Рамеры – это где делают рум. Вон так пишется – рухумерий. Вот. Слушай, знаешь, о чем подумал? А может, я вернусь к истокам? Ну, истоки – это ладно, потом. Так вот, к истокам мы сейчас, в общем-то, и приходим к виски. Значит, человек, который перевел виски «свейного молд» как виски односолодовое, а не знал английского языка, б не читал закон о шотландском виски. В законе о шотландском виски написано, что виски делается на территории Шотландии из воды ячменного солода, к которому могут быть добавлены другие зерновые. Сингл-виски – это спирты одного завода. Это не из одного солода, потому что если возьмем Лафройк, там, все вот эти дымные, там, какие-нибудь, я уж не знаю, сигнеты и так далее, и так далее, они делаются из двух, трех, иногда из четырех солодов. Никто же не называет, четырех солодовый. А виски, которые называются «сингл-грейн», виски на русском этикеточке написано вот здесь, вот сзади написано «виски однозерновое». Так вот он, блядь, по определению делается из двух зерен. Ячменный солод плюс ячмень, кукуруза, пшеница, там, все что угодно, любые другие злаковые. Он по определению сделан из двух зерен. Главный ингредиент – это ячменный солод. Вот. То есть правильный перевод – это… виски сделан на одном заводе. Зерновой виски сделан на одном заводе, потому что он, блядь, не однозерновой, он по закону два зерна. Потому что ячменный солод является ключевым определяющим. Ирикин, я вот, честно говоря, хоть и живу рядом, но я не очень понял, а почему два зерна? Что такое виски? Виски – это пиво, которое мы перегнали два или три раза. До момента перегонки все процессы абсолютно одинаковые. Что пиво, что это. Единственное, хмель не добавляет. Так вот, как мы превращаем зерно, крахмал зерна, в сахар? Добавляем дрожжи. Нет, осахариваем. Сначала мы делаем осахаривание. Зерно начинает прорастать. Это вот процесс уложения? Да, уложения. Там крахмалы, которые состоят из нескольких тысяч молекул мальтоза, соединенных вместе, ну это простые сахара. Благодаря этим ферментам, амилазия, они расщепляются на более мелкие части, которые уже дрожжи могут есть. Так вот, в законе о шотландском виске сказано, что осахаривание должно быть проведено эндогенными ферментными системами. Что такое эндогенные ферментные системы? Это зародыш, который содержится в зиме в самом зерне. То есть, в отличие от водяры, которые делаются добавлением там кодзи, там амилазы, просто насыпают сверху, только ферментная система. То есть, виски шотландские и любой другой – это абсолютно натуральный продукт, где не использованы никакие добавки, расщепляющие крахмал. Вот. Именно по этой причине то, что называется грейн-виски, зерновой виски, он делается из ячменного солода, который вот как раз и собственно обеспечивает эти самые ферментные системы, то есть амилаза, и какого-то любого другого цельного зерна. Кукуруза, там кто-то Кэмерон Брик работает на кукурузе, там какой-то другой завод работает там на пшенице и так далее. Там 8, сейчас уже 9 заводов, которые делают грейн-виски. Вот. Они могут использовать совершенно разное второе зерно. Обязательно ячменный солод. То есть, ни кодзи, ни добавлено амилаза. Вот. Мы поняли, что правильно, правильный перевод солодовые виски или зерновые виски сделаны на одном заводе. Не, сука, блядь, односолодовый. Он не из одного солода сделан. Почему я так говорю? Потому что я проехал от Калининграда Владивостока много раз, с разными компаниями, из Диаджо, из Бакарди, где я был этим, как называется, брендом-амбассадором. И с Хайнекеном мы проехали. Я просто задавал у людей, как вы думаете, что такое вопрос? Что такое виски односолодовый? 9 из 10 человек отвечают, сделан из одного солода. Я был бы 11-м. Вот. Значит, все, что дымное, это всегда сделано из смеси разных солодов. Потому что нет однородного дымного солода. Это всегда смесь. Делается какой-то дымный и потом в какой-то пропорции подмешивается. В любом так называемом островном виске, да, который или пить им там торфяной, там всегда смесь каких-то солодов. Вот. К сожалению. Кто-то когда-то, какой-то мудак, повторюсь, не я, неправильно это перевел. Я не знал английского языка и не удосужился просто разобраться в технологии. То есть даже это пиво. Господи, это обычная технология. Когда ты пришел в мир виски, это мнение уже устоялось? Да. Уже книжек не было написано. Кто-то уже там писал какие-то журнальные статьи были. Ну, еще была одна там толстая книжка, там, барменская. Вот. Ну, в общем, не я. Я беру на себя ответственность за виски-курня. Дебильное слово. Но это в противовес вина-курне. Потому что, блядь, ну не производят там вино на этих дистиллериях. На этих дистиллериях производят виски. Вот. Точка. Более того, виски. Виски, этот продукт превращается в спирт, превращается только после того, как проведет три года и один день в бочке. Просто, чтобы вы понимали, законодательно термин виски был закреплен, Ассоциация шотландской виски, 23 ноября 2009 года. 23 ноября 2009 года. А до этого была посттрадиция? До этого, да. Это было наиболее употребимое большинством заводов. Но, например, виски номер один, который первым начал разливать вот эти самые сингл-молты, это запчасть. Запчасть виски Гранц. Старых на старых бутылочках, ну, относительно старых бутылочках, еще бутылочках, которые делались в этом веке, было написано pure single malt. Pure по-английски чистый. Single сделан на одном заводе. Чистые солодовые виски сделаны на одном заводе. Это еще в этом веке. А в сингл-молт где слово завод? Ну, завода нет. Сингл это вот имеет отношение к слову. То есть это просто игра слов, это какая-то идиома, которую мы не понимаем. Ну, сингл это одиночные виски. Одиночные виски еще иногда в Шотландии вы называли сингл. Ну, вот вы смотрите, бутылочка. Все сейчас знают, что это сингл-молт, да? Одно солодовые виски. Где вы тут видите слово сингл-молт? Нет его. Эта бутылка разлита, одна из последних, ну, это, судя по марке, 2000, там, какой-то второй год. Ну, то есть это еще... Покажи ее на камеру, чтобы зрители рассмотрели. Да, это еще разлито при предыдущих владельцах, компании Сигрэм, которые основали выходцы, беженцы от погромов еще до революции, они бежали в Канаду, и они были этими, ну, бутлегерами в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, вот. До того момента, как компания Сигрэм была продана по частям, Диаджио и Пернорикар, этот завод был их, сейчас он принадлежит итальянцам, группе Кампаре, сейчас здесь вместо пьюр-молт написано сингл-молт. Почему? Потому что с 2009 года на этикетках слово пьюр запрещено, потому что, ну, потребитель был... То есть раньше многие писали слово пьюр? Даже на, я говорю, даже на Гленфидике было написано пьюр-сингл-молт. Посмотрите кадрики, первые бутылки виски Гленфидик. Напомню, что впервые вот эту запчасть, виски Гранц, Гленфидик начал, компания Гранц начала разливать Гленфидик в 1963 году. И там нету слова не пьюр, там нету слова не сингл, там написано стрейт. Потом, дело в том, что в течение 20 века все, что во всем мире пили, в Америке, во Франции, там, Шотландии, где угодно, ну, в Шотландии, за исключением Шотландии, во всем мире пили только бленд, только смесь, только Джонни Уокер, только белую лошадь, там, Дюр, там, Кати Сарк и все вот эти вот великие там названия, великие бренды, как Black & White. Они великие, потому что они старые, они до сих пор еще живы. Так вот, ничего другого потребитель виски не знал. Пили только бленды. Вот первый образец, кто начал разливать запчасть в бутылки отдельно, запчасть виски Гранс, 1163 год. Вторым стал МакКеллен, 1168 год. Слушай, а можно я просто, конечно, покажу, что в твоих глазах полное невеже, а что такое запчасть? Ну, это ингредиент. Ну, как в запчасти, в автомобиле же много запчастей, в Джонни Уокер входит вот порядка там 40-35-40 разных спиртов. То есть в запчасти называешь какой-то спирт просто? Ну, да, да, ингредиент, скажем так, один из многих ингредиентов. Вот, так что вот эта вот вещь, которая называется у нас виски односоло-довуе, это, в общем-то, достаточно, ну, относительно молодое явление. Достаточно сказать, что... До этого было пью, до этого была стрейч. До этого был только бленд. Был бленд только. Только бленд. Для того, чтобы попробовать вот эти вот самые сингл молты, нужно было поехать в Шотландию в один из двух магазинов, либо в городе Элген, либо в Кэмпбелтоне, которые были основаны еще в XIX веке, и которые разливали, брали у этих дистилей спирты для себя и разливали свои собственные бутылки. Это Кэднхеды в Кэмпбелтоне и... А вот ты нам не расскажешь, а почему именно блендик покорил мир? Ну, потому что это дешевле, потому что это удобнее, потому что это ты делаешь... Ну, вот Джонни Уокер, виски номер один в мире, который последние, ну, как минимум полвека, больше, там, лет 70 является виски номер один в мире. Да. Вот Джон Уокер основал эту компанию, и что ему пиарить там какие-то непонятные запчасти? Он пиарит свое имя. То же самое братья Чивоса, там, Джордж Балантайн, Уильям Титчер, там... Я правильно понимаю, негацианты закупали просто спирта в разных дистиллериях? Совершенно верно. У себя уже смешивали? Да, они вообще сначала не были негациантами, они сначала были просто бакалейщиками. Если посмотреть вот там, ну, потом расскажем историю этого Джонни Уокера. Вот. Значит, к чему сейчас, собственно, я хотел эту речь подвести? Я так догадываюсь, ты идешь к тому, откуда взялся термин Да, откуда взялся термин синглмолд. Ну, конечно же, ключевую роль здесь сыграл Гленфидик, компания Гранс, которые начали это разливать, но катализатором всего этого стал виски Карду. Вот, давай сейчас сравним, собственно, откроем. Вот, посмотрите, две бутылочки. Одна современная, другая разлита в 2001 году, или в 2000-м году, когда как раз, собственно, был... Это современно, это... Брендом Басседра Джонни Уокера, да. В чем суть дела? У меня просто случайно сохранилось пару бутылочек, три бутылочки, вернее, уже осталось две. Вот, на, открывай. Тут старая цизная марка, там где-то можно посмотреть точную дату розлива, где-то там она должна быть. Друзья, я ассистирую Эркину в открывании виски. Вот. Это старое, это новое. Насколько они различаются? Значит, в истории шотландского виска современного... Кстати, они даже по цвету различаются. Вот ситуация с корду, которая развернулась в 2003 году, осенью 2003, в ноябре 2003 года, она в истории шотландского виски называется просто фиаско. Почему фиаско? Потому что вот это-то вот виски корду. Вот я могу прочитать. Ну, так себе источник. Ну, не очень себе источник. Он, скажем так, не заслуживает полного доверия. Вот издание виски Байбл Джима Марре 2006 года. Вот он здесь пишет, дал ему 90 баллов. Это очень высокое. Пишет, что это один из самых чистых, абсолютно таких девственных, сладких, солодовых вискарей, которые вы только сможете найти, с легким ароматом яблок. Он дает достаточно, скажем, такую пространственную картинку в чистый, богатый, небольшой тонн дуба, который придает сухость и глубину ванилы и солод. И я помню, что когда в Америке я проводил дегустацию, меня спросили, определите, что такое солдый виски, что такое, what is malt виски? А я ответил с одним словом, карду. На самом деле не только он. Многие считали, что, например, как определить стиль Спейсайда, долина реки Спей, карду. Но это было раньше. Вот смотрите, это книжка издания 2006 года, это одно из первых, там третье, кажется, издание. А ты их лучше покажи на камеру. Ну вот, это книжка Джима Мара, мне кажется, она переводилась на русский язык. Это, в общем, такое достаточно коммерческое издание. Тут по оценкам сразу видно, кто является рекламодателем в этой книжке. Ничего такого, ну, нормально зарабатывает. Вот, книжка 2014 года, она уже после этого скандала. Там, напомню, было 90 баллов оценка, здесь оценка 83. Значит, то, что казалось небольшое изменение в профиле древесины, то есть дубовых бочек, выразилось в большое изменение в личности напитка. То, что раньше было, скажем так, эталоном и любви к солдон-виске, сейчас это более сухой, более дубовый, более какой-то там фруктовый напиток, к сожалению, сэдэдоу, значит, к сожалению, больше, чем, скажем, прикосновением чего-то такого, ну, неприятного. Дядя, можно я поясню? Это не то, что Беркин плохо читает на русском, он просто сразу переводит с английского на русский. Ну, в общем, да. Поэтому, да, читал немножко медленнее, чем... Я давно не занимался синхронным переводом, вот, поэтому... Ну, что, наливай, давай сравним. Ну, давай. Так, пока... У меня случилась катастрофа. Я понял, пальцем. Все. Ну, поплавает, ну... Так можно, да, пить? Ну, а что нет, если она касается... А сломалась она почему? Потому что... Потому что давно ставил, да. Ну, потому что 20 с лишним лет, может быть, где-то не совсем верно там хранилась. Вот. И сравним с современным релизом. А пока что я расскажу, что, значит, с этим случилось. Ну, начнем с того, что... Значит, это дистиллерия. Она... Первые упоминания о ней в 1811 год. Рядом с Наканду. Это часть Спейсайда. И в тот момент, естественно, в 1111 году все это происходило не законно. Владелец этого завода несколько раз попадал к акцизным полицейским. Лишь в 1823 году, когда в Шотландии был принят Эксайз Экт, или акт об акцизах, что позволило легализоваться части дистиллериям. Вот Карду. Была одной из первых дистиллерий, которая получила лицензию. Наряду с Глинливитом. И с рядом других. 1923 год. Джон Уохер. В 1920 году 14-летний мальчик получил наследство, папа умер, и получил наследство в околейную лавку. Там продавали все. И спички, и туалетных мать тогда, наверное, не было. Не знаю, чем они жопу вытирали. У нас же туалетная бумага появилась в 1969 году. Это я слышал. В газете «Лопухи». Относительно недавно. Ну да, наверное, «Лопухи». Ну зимой, да, там же вечная зелень, поэтому, да, там, наверное, лопухами. Ну, в общем, продавалось все. И все из бочек продавалось. То есть приходил своим бидончиком, тебе наливали либо молоко, либо сметану, либо подсолнечное масло, либо виски. Все это было из бочек. Он был бокалейщиком, продавал абсолютно все. Но со дна бочки... Слушай, я слышал, что и в России тоже вёдром покупали водку. Естественно, естественно. Это было повседневное время. Все было на розлив. Конечно, посуды же не было. Посуды было очень... Стекло было очень дорогим. Поэтому были штофы, вот эти графинечки, куда все переливали. Просто история бутылки... Джеймисон начали разливать в бутылки в 70-е годы прошлого века, 50 лет назад. До этого как продавали? До этого Джеймисон продавал только бочками, оптовикам и всё. Не было ничего такого. А то есть у него не было своего бренда? Не было. Нет, бренд был, но продавали его бочечками. Ну что, да попробуем. Разница... Так, ещё начнём со старого релиза. Да как и Рейса. Они настолько разные. Хочется с хорошего начать, а закончить плохим. Ну, они настолько разные, что... Ну, сам выбирай. Ты здесь рулишь. Ну, вот этот вот, он такой. Лимонат-буратин со спиртом, да? Хорошо, да, с него. То есть я должен понюхать спирт, правильно? Ну, да. Да они вообще не похожи друг на друга. Старый, но новый. Друзья, запах совершенно разный. Абсолютно. Вот этот такой же, как и там в Инфиде, Гленливит, но в общем, он похож на своих больших... То есть это корду, это одна марка, это даже бутылка одинаковая. Это одна марка, бутылка одинаковая. А виски равно не похожа? Да, просто этот виски правильно сделан 20 с лишним лет назад, а этот в современный релиз. Значит, что, почему я начал говорить про фиаско? И каким образом корду, именно этот бренд, эта дистиллерия сыграла вот такую решающую роль в определении, собственно, в появлении определения сингл-молд, точного определения сингл-молд виски и запрета на использование слова «pure», которое было здесь и которое было здесь и на ряде, ну, на многих других брендах. Карду стал дико популярен в ряде южно-европейских стран. В частности, в Испании продажи карду, запчасти Джонни Уокера, обошли Чиво Сригоу, что неслыханно было 20 с лишним лет назад. Он был дико популярен, этот виски, в Греции, во Франции, там где-то еще, но в Испании, там просто он вышел на первую позицию по продаже. То есть можно, я пойму ситуацию, для понимания слова, то есть сингл-молд, то, что мы сейчас называем сингл-молд, обошел блендед? Да, да. Это была революция по тем временам. Что по тем временам была полная революция. Что сделала компания Diageo? Тогда направление солдовой виски, за направление солдовой виски отвечал человек по фамилии Джонатан Драйвер, я даже смогу его процитировать. Вот, он полностью сохранил эту бутылочку, все-все-все, вот эту, вернее, бутылочку, все, что здесь на этой бутылочке есть, заменил только одно слово. Он заменил слово сингл, которое тут было, на слово пьюр. Пьюр – это чистый, чистый солдовой виски. И сюда они стали лить смесь из разных заводов, то есть спирты сделаны на разных заводах. Это перестало быть синглом. Это был, вот я, ты же урыст, да? Ну, ты занимаешься юриспруденцией, да? Я знаю синоним, я долго его искал, русскому термину наебать. Вот потребителя в заблуждение. То есть что сделала компания Diageo, которая владела этим брендом? Они ввели потребителя в заблуждение. Все было сохранено полностью. Заменили одно слово. Но потребитель не будет там разбираться. Не все потребители образованные, не все потребители имеют время в этом разобраться. Вот. Просто была конкретная наебка. А в чем наебка-то? Я не очень поколол. В том, что потребитель привык к продукту одного завода. Вместо этого, изменив только одно слово, которое мелко написано, золотом на коричневой текке, вообще там не поймешь, стали лить туда смесь. Это начал карду делать, я правильно понимаю? Это начала делать компания. Diageo, который владеет этим брендом. Даже могу зачитать вот этого Джонатана Драйвера. Он, кстати, вскоре после этого скандала... Подожди, они это сделали потому, что им не хватало мощности одного завода, чтобы удовлетворить выросший спрос. Совершенно верно. Вот. Ты совершенно правильно сказал. Значит, здесь это самое. Вот. Драйвер, я цитирую этого Драйвера, он, значит, сказал, что... Мы верим, что последствия вот этой реакции, сейчас объясню про реакцию, искажены и чрезмерно драматизированы, сказал Джонатан Драйвер, который в компании Diageo отвечал, был глобальным директором за солодовые виски. Карду Пьюрмолт будет содержать другие спирты, сделанные на других заводах региона Спейсайд, включая солодовые виски с завода Карду. Но мы сохраним стилистику аромата и ароматического профиля этого завода. Это означает то, что мы можем продавать, предлагать потребителю разным рынкам гораздо больше продукции на тех рынках, где это популярно. То есть он так обосновал подмену продукта? Да. Совершенно верно. Цитирую дальше. The only problem. Единственная проблема в том, что мы не можем обеспечить производство Карду 12 лет больше, чем... На тот момент мощность завода была порядка 3,5 миллионов литров, сейчас она 5 миллионов литров чистого спирта, значит, где-то там порядка под 8 миллионов 70-градусного они делают. Вот. И производство не может быть увеличено выше нынешней мощности, даже если бы могли, это займет 12 лет, прежде чем мы сможем обеспечить дополнительный продукт. Вот. Что сказал этот драйвер? Через несколько лет его перевели просто в амбассадоры, в послы, а потом он пришел, наработал в другую компанию, и последнее, что я видел, он чего-то там в каком-то совете по факе вообще. Ну, в общем, достаточно цинично отнеслись к потребителю. Значит, что произошло? Хотя, может, мы попробуем уже? Давай. То есть начинаем тогда с чего? С татаровой релиза лесного? Ну, как хочешь, как это? Ну, ты поставил чуть, конечно... Вот опиши запах, как ты их чувствуешь? Новый. Новый и буратино со спиртом. Ну, попроще, да, я согласен. Просто лимонад такой. Ну, не буратино, может быть, этот сам, дюшес, вот, дюшес. А скажешь, почему так? Это испортили, это упростили? Ну, да, много чего изменилось. Да, он такой грубый, резкий, кусачий. Правда, сухой. Очень я давно вот такой не пил. И печально. Ну, друзья, если бы я, конечно, не сравнивал, я бы сказал, что, в принципе, обычный, регулярно нормальный виски. Обычный такой, да, стандартный. Вот он похож на Гленливит, на Гленфидик, на все вот эти... Да, я открываю та же бутылка, тот же бренд, пробую более ранний релиз, и, да, безусловно, это другой виски. Абсолютно. Он сладкий, он прямо обволакивает, он такой мыслинистый. Он очень элегантный. Нет никакой сухости, кусачести, да, он прямо вот рот слюной наполняется от него. Легкая такая дымность присутствует, здесь дыма нет вообще, а тут какой-то прям такой намек, такой на осеннюю такую дымку есть, совсем чуть-чуть. Я извиняюсь, может быть, ты чуть позже объяснишь, что действительно, почему так произошло с качеством. Переходим к истории замены слова Сингемол на пиво. Да, я раньше вот этот, когда вот я был брендом бассадарной компании Диаджо 20, ну, там я могу тебе сказать, как получилось. Я написал эту книжку, и ко мне пришла какая-то девочка, я уж не помню, она говорит, можешь нам лекции читать? Я говорю, говно вопросов, в общем-то, и мы проводили вот дегустации с препарацией как раз Джонни Уокер Блэка. Очень интересно. У меня, собственно, с тех пор осталось вот это случайно три бутылочки. Вот, я почему с такой уверенностью сейчас тебе принес-то? Да, у меня вот с тех есть дружок Кайман, он такой певец, рок-музыкант. Он с тех пор обожает корду, у него корду любимая вискарь. Я ему недавно, когда нашел эти бутылки, одну подарил, и мы сравнили новую и эту. Эту мы новую вообще не пили, а ту выпили сразу. И как он перешел после этого? А он перестал пить корду. Перестал пить корду. Это не фильтрованная старая бутылочка? Нет, это фильтрованная, но все равно он хороший, он вкусный. И правда, вот в те времена это не только, мне кажется, еще Чарли Маклин тоже, мне кажется, Маклин сказал, что как вы опишите стиль спейсайда, вот говорит, это корду. И правда. Это Маклин сказал тогда? Мне кажется, ну вот цитату из Маре я привел, вот, то есть это не от одного человека. Я слышал, но он правда очень элегантный. Да. Очень мягенький. Я бы сказал, что это виски даже более высокоценовой категории. Да. Вкусненько. Просто вкусненько. Так вот, возвращаясь к истории, значит, ну, скандал дошел до того, что в ноябре 2003 года, когда компания Diage превратила его в купаж солодовых вискарей, этот продукт из спиртов одного завода, заменив одно слово, в общем, достаточно цинично отнеслись к потребителю. В ассоциации шотландской виски, а это такой профсоюз шотландской виски, где, кстати, компания Diage, так как она контролирует больше 30% всего шотландской виски, считала себя, видимо, там королем, и сами писали правила, ну, что они, собственно, и делают. Вот. Вдруг возникла оппозиция, причем в оппозицию стали представители 14 компаний, крупнейшие, включая Пермон Рикар, Бакарди, которые на тот момент уже вошли в бизнес шотландской виски, Глен Моренджи, в общем, и, конечно же, компания Grants. Аллайдамек, вторая крупнейшая компания на тот момент, сейчас я могу процитировать опять кого-нибудь из Аллайдамека, просто чтобы вы понимали, насколько накал страстей был такой, значит, глава компании Аллайдамек на тот момент, вторая крупнейшая алкогольная компания мира, он сказал, что как грубо и жестко с их стороны с их стороны, компания Diageo, говорить об испанских потребителях в таких терминах. А термины следующие, они не заметят, сказал Джонатан Драйвер. То есть ему глубоко насрать было на этого испанского потребителя, просто, вот он цитит, ну, просто, да, они ничего не заметят, ну, какая разница? Если бы это не заметили конкуренты Diageo, то потребитель бы заметил? Конечно, потребитель бы заметил. У нас, к сожалению, вот эти бутылочки не сохранились. В России эти бутылочки не попадали, которые Pure Mold, у меня она была, я ее покупал, я тогда сравнивал, это, в общем, достаточно разные продукты. Вот, Diageo на тот момент сказала, что мы занимаемся инновациями и обеспечим индустрию с долгосрочным будущим в своем подходе к корду. То есть вот то, что они, значит, просто увеличили объем за счет, там, подмешивания других спиртов, это, значит, у них долгосрочное будущее для корду. Значит, и глава компании Allied Domek, второй крупнейший на тот момент, сейчас ее больше не существует, задал вопрос. Почему они думают, что они такие умные, а мы нет? Это все было во время публичных слушаний в ассоциации шотландской виски. Более того, в одной из палат, у них там палата лордов и палата House of Commons, как по-русски, палата представителей. А, палата общих. Этот вопрос поднимался в ноябре. Вопрос. Аккордук поднимался в палате общин в ноябре 2003 года. До чего это дошло, можете представить. И надо сказать, что я помню публикации того времени. В результате компания Diageo, сначала они там ерепенились, надували щеки, им было на все посрать, но потом они согласились с решением ассоциации шотландской виски, которая старалась максимально быть нейтральной, потому что у них все-таки основной держатель акций 33% шотландской виски, это компания Diageo, что они обязаны заплатить, я уж не помню, сколько миллионов долларов, миллионов фунтов стервингов на информирование потребителя о том, что произошло. Вот сначала у них был такое компромиссное решение, что мы, значит, сделаем, который Pure Mold с зеленой этикеткой, а тот, который обычный Single Mold, типа будем продолжать выпускать, вот с такой этикеткой. Можно я еще раз, Иркин, просто действительно, получается, еще на нашем веку, когда мы не только были живы, мы уже были в родственном состоянии, люди знали, что Single Mold – это не односологовый, это одна дистиллерия. Да, совершенно верно. Это одна дистиллерия, это было распространенное, ну, общепризнанное, ну, вот нужно посмотреть на этикетки старые, когда только начали в 1984 году, 1984 год, когда начали разливать виски Lafroix в бутылке, десятилетка, регулярка, там не было слова Single Mold, там не было слова Pure Mold, там было написано Unblended, не, блядь, блендированное. И все, да? Да, почему? Чтобы потребитель понимал, что это не какой-то ингредиент виски Тичерс, которым он на тот момент являлся, а какая-то там запчасть, Unblended, не смешанный. Вот. Просто потребитель был приучен к Джонни Уокером, Блэк-н-Вайтам, Белым Лошадям и прочее, прочее, прочее. Для них это было в новинку. Это был 1984 год. Например, не смешанные зерновые виски. Вообще ни с чем. Ну да, не смешанные зерновые виски, совершенно верно. Ну, и с другими тоже. Так вот, значит, в результате вот конфликта вот этих двух и остальных представителей шотландской виски появилось нынешнее определение, более уточненное, скажем так, определение шотландской виски, это было в ноябре 2009 года всего лишь. Всего лишь 13 лет назад. Да, всего лишь 13 лет было утверждено, полностью прописано в регламенте ассоциации шотландской виски, что сингл виски, это виски, сделанные на одном заводе, спирты сделаны исключительно на одном заводе, выделяется 5 типов виски сингл молд, солоду виски сделан на одном заводе сингл грейн, зерновой виски сделан на одном заводе, он сделан из двух ингредиентов всегда. Проросшее, не проросшее зерно. Блендед молд, смесь, вот если мы это смешаем, мы получим блендед молд. Смесь спиртов разных заводов. Да, раньше это называлось ваттед молд, пюр молд, сейчас, с 2009 года, слово пьюр, здесь это запрещено. Вот, если мы их смешаем, вот эти две бутылочки, мы получим блендед молд. Просто бленд, это смесь зернового виски и солодого виски, и блендед грейн, заводов, которые делают зерновые виски. Слушай, давай еще вот этого я выпьем. Это мы не будем пить, а вот этого я все-таки еще глотну. Вот. И закон предписывает, что солодовые виски, сингл молд, вернее, продукция одного завода, продукция одного солодового завода может быть экспортирована в другие страны только в бутылках. Вот купажи могут быть... В бочках, да? Нет, в бочках никто не возит, а в цистернах. В цистернах. В цистерне. Там стандартная большая цистерна, 24 тонны. Ну, просто цистерна, она, конечно, чуть меньше, чем не синая. Вот. Но это такая цистерна, которая может просто быть погружена на трак. Ну, там от 500 литров пластиковые, там, трехтонники бывают, и вот такая большая, 24 тонны. Дело в том, что большая часть виски, которую в нашей стране люди пьют, белая лошадь, там, Fox & Dogs, William Lawson, там, и так далее, много. Большая часть разливается тут. Вот. Из цистернах, привезенных оттуда. Совершенно верно. Там все это сделано, выдержанная территория Шотландии три года, но разливается это здесь. Поэтому многие занудные потребители смотрят, они, блядь, у вас тут 46, сука. Вот. Почему это значит подделка? Нет, кстати, у меня в руках вот эта подделка. То есть? Это левак, да. Это у меня из коллекции левак. И как ты, как ты определил? Ну, купил, блядь, за 100 рублей. Нет, это левак, да, это конкретный левак. Даже с марочками, это тоже левак. Они отличаются чуть-чуть внешне, но, да, это левак, к сожалению. То есть, это пить не стоит. Это давно куплено. Нет, это пить нельзя. Это коллекционное. Это раздел твоей коллекции левак. Да, да. Калин, можно я вот немножко твою мысль сейчас перебью? То, что я услышал, одно из того, что я услышал. Получается, виски имеет многосотлетнюю историю. Да. Причем, этих многих сот лет, несколько десятилетий он уже победно шагал по всему миру, но только уже в 21 веке шотландцы взялись за регулирование того, как себя называть. Нет, они взялись за то, чтобы окончательно и точно определить все, сделать дефиниции. вот дефиниции окончательно были закреплены, объявлены 23 ноября 2009 года. В результате конфликта, который случился в 2002 году. с 2003 по 2005 год вот этот виски продавался как пюрмол. Пюрмол. Да, смешивая виски с разных заводов. С разных заводов, да, скорее всего, мы даже знаем, какие это заводы были. Ну, как делать, а бутылочка еще лежит? Ну, вот его просто принеси с собой. Не-не-не, другая синенькая, голубинка. А, вот она у меня, голубинка. Значит, что сделала компания Диаджо? Да. Они согласились с этим, с решением. Но это был не суд, это было решение Ассоциации Шотландской виски. В результате вот этого конфликта, который в Шотландии получил название Корду, фиаско Корду, вот, они начали выпускать вот это, Синглтон. Причем, Синглтон компания Диаджо выпускала еще до этого, в 80-м каком-то году, был Синглтон Оватраск. А вот Хороиск пишется, в общем, страшное такое название, что они придумали? Они придумали гениальнейшую вещь, решив так, видимо, маркетологи, конечно, циничные ребята, решили, что если вы нам запретили на вот этой бутылочке, на вот этой бутылочке, значит, заменить одно слово Синглтон на пьёры, получите-ка, суки, вот это. Они взяли стандартную бутылку, стандартный шрифт. Единственное, что здесь меленьким-меленьким, вот тут вот мелко написано, Дафтаун Дистиллери, Глендаллен Дистиллери и Гленор Дистиллери. Одинаковая бутылка, одинаковый цвет, все одинаково. крупный Синглтон, кто это будет читать, кто это будет знать, потому что вот, ну это бренд один, да? И они сейчас, вот продукция трёх заводов, скорее всего, они туда и шли. Это Гленор Дистиллери один из крупнейших, одна из крупнейших Дистиллерий Шотландии, Глендаллен очень крупная, ну и Дафтаун чуть поменьше. Вот это спирты с Дафтауном. Кстати, может можно сравнить их с этим, с Карду. Вот. Это те же заводы получается, да? Это три завода, то есть это один бренд, они считают его одним брендом, компания Диажу, то есть, ну как считается, идёт статистика, да, статистика продаж, кто на рейтинге, как вставляется, по проданным бутылочкам, там, да? Всё, я понял. То есть они, по сути, видоизменили свою испанскую практику. Совершенно верно. Они сказали, если вы нам суки так, то мы, блядь, вам вот так сделаем. Под одним популярным брендом. Красавцы, просто красавцы. Под одним, в 2006 году, вот этот продукт появился, в 2006 году, в Синглтон. Для разных стран разные десятилетия. Уже после скандала, да? Уже после скандала. Они подумали, подумали, как и заставить. Настаем новую рюмочку, да? Новый панчок. Да, да, настаем новую рюмочку. Вот, что они решили сделать? Они решили ввести статистику одного бренда, хотя это три разных завода, но все же борются за первое место. На первом месте по продажам первый бренд, который превысил объем продаж 9 миллион кейсов. Это 9-литровых ящиков был Гленфидик, потому что они первые начинали. На втором Гленливит, который на данный момент сейчас крупнейший завод по мощности. На третьем месте идет МакЭллен. Он приближается к миллиону кейсов. Дальше идет, я могу даже сказать, на четвертом месте Гленморанжи. На пятом Синглтон. С 2006 года, но это три завода, да? Свопукная, извините за русский, свопукная мощность вот этих Глендалан, Гленорд и Дафтаун, 22 миллиона литров абсолютного спирта, 100% спирта. Пересчет на 70, но это там под 30-ку будет. А в пересчете на... За счет того, что объединили мощность трех заводов. Совершенно верно. И вот они сейчас борются за первое место, они хотят сделать этот бренд брендом номер один в категории солодовые виски. Но это же не честно. Это все равно продукция трех заводов. Ну, это, конечно, глубинно противоречит природе тогда символом. Да. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Потому что... Слушай, ну он, кстати, похож на вот этот, на новый. Они очень похожи. Очень похожи. Они очень похожи. Такой же лимонад. Ну, я бы сказал, легкий аромат с кислинкой, конечно. Может быть, это и есть вкус лимонада. Ну да, какие-то яблочки такие осенние. Но все это, по-моему, получше. Какой? Синглтон? Да. Хороший, кстати, напиток. Вполне. Он, кстати, мягче. Вполне, вполне. Я как бы, поэлегантнее, да? Ну, они, кстати, рядом находятся по территориально. Это же... Скажи, дорогой Аркин, а если бы, получается, Диаджо на испанском рынке сделал бы то, что сделал с синглтом с корду, то есть стал бы выпускать под одним брендом, указывая где-то там внизу мелким шрифтом, что это корду такого-то завода, это корду такого-то... У них одинаковая бутылка, все одинаково, только вот тут вот мелко-мелко-мелко написано. Да, в таунбисстве. Но если бы они так же сделали бы изначально для испанского рынка в отношении к корду, то скандала бы не было. Наверное, не было бы, да. Наверное, бы не было. Вот, интересно. Значит, почему... Что еще интересно можно сказать про корду? Корду является отцом вот этого завода. Потому что когда, значит, корду, получив, будучи одним из первых лицензиатом, получившим в 1923 году лицензию на производство, то есть легализовавшись, ну, до этого муж Каммингс, фамилия их была, Елена Каммингса, он несколько раз его принимали. Вкуснее, правда? Да. Да. Вот его несколько раз принимали эти самые отцызанные полицейские. И они производили очень хороший вискарик, который, вот я могу процедировать, Альфреда Барнера. Да, Альфред Барнер, это этот человек, который... который написал книжку о десятиллерии Шотландии, Ирландии, Англии и Уэльса в 1893 году, он проехал все эти самые дистиллерии, он написал, что этот виски настолько хорош, что его можно использовать в купаже в соотношении один к десяти. То есть, ну, то, что они называют plain spirit, plain spirit, это то, что сейчас называется грани виски. Так вот, его можно было брать вот этого, ну, спирт, полученный в колоннах. Да, где-то полученный в колоннах, можно было корду один к десяти, да, и получать нормальные виски. Это 1893 год. Именно по этой причине Джон Уокер купил эту дистиллерию в тысячи... Ну, уже не он, его дети уже купили. в 1893 году для того, чтобы обеспечить бесперебойность поставок для, собственно, Джонни Уокера. Сумма была 20 с половиной тысяч фунтов на тот момент, но это... Ну, все равно небольшая сумма. То есть, в пересчете это там, ну, больше миллиона, но не там, те 10 миллионов, которые сейчас стоят любая минимальная... Скажем, от качества корду после этого скандала упало случаем не потому, что бренд был опорочен, Диаджо не смогло сделать из него бренд номер один по продажам, выдали на первое место Синглтон, и поэтому забили. Забили качество... Не, не забили, они сейчас им очень активно занимаются, потому что, значит, этот бренд является ключевым во всех купажах Джонни Уокера. В контракте, который был подписан в 1993 году при покупке завода у Елены Камин с компанией, ну, уже детьми Джонни Уокера было сказано, что a big proportion of корду, значит, ну, в общем, требование, чтобы в любой бутылочке Джонни Уокера был высокий процент виски корду. Да, они сохранили за собой, то есть, они продали за 20 тысяч фунтов, но получили акции компании Джонни Уокер на 5 тысяч фунтов, то есть, они, ну, как бы, стали там совладельцами, акционерами. Я правильно понимаю, это сделка конца 19-го века? 1993 год. И она первое приобретение. До сих пор предопределяет содержание виски Джонни Уокера? До сих пор, да, вот, ну, легенда сохраняется, мы, конечно, не знаем всех нюансов там производства, но, вот, в контракте 1993 года было прописано вот так вот, надеясь, что это соблюдается до сих пор. И Карду и Джонни Уокер сейчас это Диаджо. Да, конечно, это главный ингредиент. И они исполняют контракт Конца 19-го. Не, исполняют, они исполняют, потому что там, ты же видишь, как они исполняют, вот. Могут схитрить. Да, могут схитрить, но легенды есть. Мы же там, нас не допускают, мы же не проверяем, как. Ну, ты же видишь, даже цвет, вот поставь рядом. Вот цвет. Подсвети вот фонариком, вот есть телефон, фонариком подсвети, просто. Телефон отложил в сторону, но, да, друзья, на самом деле мы поближе на камеру покажем, но здесь цвет такой насыщенный, рубиновый, здесь он ближе такой. А, я понял, почему лимонад Баратино, потому что цвет похож. Нет, он по аромату похож. По цвету, нет, цвет вообще ни о чем не говорит, цвет это количество колера, краситель Е-150. Это все, что корректировано Е-150. А я думаю, что это за счет обжига бочек или груднички. не, 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 ну, в случае с американским виски, да, а так это все, это все колер. Ну, брат, да, синглтон очень похож на нынешнюю корду. Вот, так что они просто-напросто взяли, и, видимо, те три завода, которые подмешивали сюда, они выделили в отдельный бренд, то есть корду. А почему запретили пюрмолт? Потому что было скомпрометировано янешнюю? Потому что, да, потому что потребителю было непонятно. Ну, смотри, на вот этой бутылке, на Гленфидике писали пюрсинглмолт, чистый, с одного завода, чистый с одного завода. Ну, то есть потребитель не понимал, что это, что это, что это, потому что кто-то писал анблендед, кто-то писал там стрейт, кто-то писал так, кто-то писал так. Вот. Ну, в конце концов, методом вот этих проб и ошибок, этого скандала, договорились, что сингл это спирты с одного завода. То есть когда человек говорит, что я сторонник синглмолт виски, это означает... Одно солодово. Одно солодово. Это полный бред. Да, он сторонник спиртов одного завода. Это абсолютно бессмыслица. Это просто спирты, сделанные на одном... Ну, смотри. То есть вот есть завод, которому он доверяет, получается, да, и спирты которого его устраивают по качеству. Но есть очень много вискарей, которые относятся к категории блендет молд, то есть вот смесь вот этого, этого там трех, ну, вот мы смешали вот это. Я правильно понимаю, что блендет молд это вот... Нет, это просто блендет. Это просто блендет. Вот. Потому что здесь есть сертификат. Они терминт придумали, но потребители, они опять же вводят в заблуждение, потому что разница между, вот скажем, Джонни Уокер и Грин, который блендет молд. Ага. Грин это да, это лучшее, что есть в линейке Джонни Уокер, это смесь... Лучше даже золотая марка, да? Ну, наверное, да. Я не пробовал давно, но я считаю, что, наверное, это лучшее. Или там у Булантайна есть Пьюрити, там, но их очень много. Там тот же самый Манки Шолдер, это все блендет молд виски. То есть люди не понимают, и тут, блядь, бленд, и тут, блядь, бленд, понимаешь? И тут молд, и здесь молд. Нет, тут нету молд, тут есть молд. Ну, синдрома, блендет молд. Да. Многие в индустрии, многие, ну, скажем так, эксперты уважаемые, там Дэйв Брум, например, они там писали какие-то статьи, которые не были, видимо, услышаны, что нужно бы смесь вот этих вот солдовых, да, называть ваттед молд. Ватт – это большой чан. Что происходит? Ну, например, вот это, это сколько там, 18-летний? Да, смолд бетч. Что происходит вот с этим вискарем с 18-летним? Он раньше Солером назывался. У них есть большая бочка, чан огромный на несколько тонн, я не помню, там, порядка 4 тонн. Они туда смешивают разные спирты, и раньше он назывался Солера. Потом им испанцы сказали, ребят, хорош вам мозг ебать, это на кофе Солера. Это наш метод. Да, потому что Солера это совершенно другая технология, вот, а то, что вы сливаете там в одну бочку, ну, это там, скажем, ну, можно назвать послекупажным отдыхом, как угодно это можно назвать, но это никоим образом не Солера. Солера – это динамическая выдержка, совершенно другая тема. Вот. И такой виски, который делался методом смешения каких-то там больших объемов в большом чане, назывался ватт, потому что ватт – это, ну, сместительный чан. Дэйв Бром и тот же Чарльд Маклин предлагали назвать вот эту категорию ваттед молд. Ну, почему-то решили назвать блендед молд, блядь. Ну, чтобы еще больше запутить. Ну, видимо, да. Вот, тут наебали, тут, простите, ввели в заблуждение. Вот. Такая фигня. Слушай, Аркин, честно, я потрясен твоей лекцией. Друзья, надеюсь, вы тоже, потому что, ну, что скажу, даже за таким интересным рассказом некогда было пробовать этот виски. Хотя, да, безусловно, старый релиз, он на голову выше, чем новый. И, вы знаете, я думаю, что я дождусь, пока наш выпуск будет выпущен, я буду его пересматривать и пересматривать, потому что… И запивать бутылочку. Да, все-таки Аркин у нас, он человек творческий, и многие вещи говорил мельком, а эти вещи очень интересные. Надо будет их действительно пересмотреть, переслушать, чтобы до конца понять смысл той истории, которую он нам сейчас рассказал. Самое смешное, что, видимо, Диаджо, я так думаю, ну, что очень подтирают вот эти самые следы в интернете тоже, я так думаю, потому что я сегодня попытался найти, сколько же тогда, я просто помню статьи и публикации того времени, сколько Диаджо заплатила вот в результате всего этого скандала фиаско. Нету. Ты сказал десятки миллионов фунтов стерлингов. Да, я не помню, или сотни были, я не смог найти. Ну, то есть информацию подтирают, очень мало информации на… Ну, просто потому что это некрасивая история с точки зрения их поведения в отношении их же потребителей. Вот, ну, понимаешь, здесь маркетологи. Мы продолжим про этих маркетологов. Вот, давай потом дальше рассмотрим другую маркетологическую хуйню, например, с gold label. Джонни Локер. Да. Тоже Диаджо. Тоже Диаджо. Что-то ничем не обидели, может быть, ты местишь за что-то? Нет, ни в коем образом. То есть, просто их история, которую нам рассказывают? Ну, мне кажется, что это не очень. Вот смотри, в Шотландии, скажем так, много обидок именно в Шотландии. Я слышал это от многих людей, которые работают на дистиллериях, потому что они получают там небольшие деньги. Вот, по московским меркам, даже управляющий шотландской дистилерией, большой, хороший, я не буду называть там суммы, но там, ну, ну, 2000 фунтов. То есть, генеральный директор, раззавода, я правильно понимаю? Ну, не генеральный, он управляющий. Ну, это как директор. Кстати, вот по поводу винокурни, да, у нас же менеджер винокурни, что за бред такой, почему он, сука, почему он там не распорядитель, почему он не управляет? У нас же сейчас это модно, как менеджер винокурни шотландской, менеджер винокурни Синглтон, например, сейчас губстеры так говорят. Просто без перевода. Ну, без перевода, поэтому, ну, говори дистиллерия, как она там называется. То есть дистиллерия это завод? Дистиллерия завод, место, где происходит дистилляция. На всех языках мира, на всех языках мира дистилляция. Это что-то вроде генерального директора завода? Нет, генеральный директор большой компании. Если компания маленькая, ну, как правило, смотри, у Диаджо 20... Смирия может быть большой тоже. Ну, может быть, да. У Диаджо 28 дистиллерий, например. 28. Это самая большая компания. Только Солдовых. Только Солдовых. Не считая Кэмерон Брик и доли в еще другой дистиллерии. Вот. И у них есть там генеральный менеджер, CEO там есть. А тут просто управляющий, который... Управляющий 2000 фунтов по текущему курсу это у нас сколько будет в рублях? Ну, там какие-то... Это 160 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Да. Это люди, которые делают продукцию знаменитую на весь мир. Так вот. Типа ламфидик. Менеджеры, менеджеры в Лондоне в офисе получают в десятки раз больше. Их, конечно, это бесит. И вот эти менеджеры в Лондоне, которые вот всю эту хуйню придумывают, вот вся эта хуйня случилась из-за ну вот какого-то... Такого менеджера. Такого менеджера, который получает в десятки раз больше людей, которые, собственно, вот этот спирт и... Слушай, а я думаю, на самом деле управляющих конкретной дистиллерии так бы никогда бы не сделал. Конечно, не сделал бы. Они любят ценить продукцию. Потому что он горит за свой продукт, то, чем они занимаются. Они любят, ценят шотландцы. Вообще там для них это святое. Солдые виски это святое. Да, потому что это мое. Вот то, что я делаю здесь... Конечно, это наше родное, это не мое, это национальная гордость, достоинство. Они это любят, ценят. А то, что делают менеджеры в Лондоне или в каких-то других частях света, потому что эти менеджеры... Во фиге шотландцы? Конечно. Они сидят где-то хуй знает где, потому что очень мало компаний, которые сохранили главные офисы в Шотландии. Ну, Гранц одна из них, потому что Гранц это компания, которая принадлежит шотландцам. там Пернорикар это французская компания, естественно. Глен Моренжи принадлежит ЛВМА, Луи Уитон Майдхамеси там. Уэйт Маккей вообще Эмпрадору принадлежит филиппинцам. Но они хотя бы филиппинцы там, они очень почитают. Это филиппинцы с Филиппин или это филиппинцы уже в Британии? Это филиппинцы с Филиппин, которые делают бренди номер один в мире Эмпрадор. Вот. И так далее. Там владельцев очень много. кто-то там из Индии приобрел, из Японии. Он уже разорился, уже все его. Был индус, его Диаджо купили, но потом он уже разорился. Вот. Ну, если посмотреть на там, кто чем владеет, конечно, иностранцы как-то смотрят на них, ну, какая-то деревня, блядь. Ну, правда, ну, что, ну, деревня, деревня. Там, 5 миллионов населения, одна шестая население Москвы. Вообще, знаете, вот, друзья, не занимайтесь буквальным гугл-переводом. Тотальная хуйня. Точно так же, как, переводя закон на русский язык, обращайтесь к юристам, потому что буквальное содержание закона не всегда совпадает с его реальным смыслом, а уж тем более применением на практике. Так даже в таком, казалось бы, для нас более близком продукте, как виски, более понятном, более любимом, чем какие-то абстрактные нормы права, это тоже может сыграть злую шутку. Вот сингл-молд. Вот реально, если бы я бы не знал после рассказа Аркина, что это, оказывается, спирт с одного завода, я бы тоже перевел как одиночный... Делан из одного солода. Совершенно верно. Ты слушай, ну, даже... Это просто невежественный перевод. С любым пиоваром нужно поговорить, потому что, ну, это технология пиоварения. Мало кто варит из одного солода. Как правило, это смесь солодов. Ну, есть, конечно, такое, что кто-то там варит только на Курском, там, ну, вот эти крупные компании. А все вот эти маленькие, которые крафтовые, вот эти для хипстеров, гобстеров, они там делают какую-то смесь солодов. Вот. Но Карду, в общем, до сих пор входит в десятку самых популярных, самых продаваемых. Но ставка все-таки на Синглтон сейчас идет. Да. Диаджо хочет, чтобы Синглтон обошел и Глен Ливитт, и Глен Фидик, но, опять же, это продукция трех заводов. Да, мы это уже поняли по этикетке. Трех разных. И, по сути, тот же обман, только вид сбоку. Конечно. То есть они решили, что вы нас так выебали, мы вот так выебем. А как думаешь, в итоге на эту хитрость обратят внимание? Ну, уже смирились. Уже смирились, видишь, уже никто скандалы не поднимает. Хотя это претворечит природе понимания качественного завода. Да, да. Ну, повторюсь, компания Держа производит больше 30% индустрии риска. Олигополия. Друзья, знаете, друзья, еще раз скажу, настолько безумная история. Я вот слушал Эркина, ну, может быть, не открыв рот, но открыв уши, да, и левое, и правое. Но, тем не менее, да, все-таки тайминг наших выпусков не позволяет продолжать беседу под камеру, вообще дольше, поэтому, Эркин, давай-то с тобой, ну, как, договоримся о следующем выпуске. Джонни Уокер. Давай. Золотая этикетка? Да. Всем пока, друзья. Вкусненько. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok